Статья у меня 212 часть первая, это организация массовых беспорядков, несогласия было с органами на власти и так далее, и так далее. А что ты такое делал? Ну, как мне написали в заключительном обвинении, угрожал конституционному строю России. Когда ковид был, тогда были большие ограничения, запрещали людям, так скажем, перемещаться по городу, реально. Хотя я замечу, что у главы администрации был целый пивной концерн, так он работал, все нормально было, люди ходили, работали. И мы решили организовать вот этот разговор, диалог вот этот, то есть как людям выживать в этих реалиях. Люди пришли на площадь, начали собираться, там где-то 2500-3000 человек собралось, вышла администрация, Росгвардия начала вот эту панику создавать, вот эту шумовую. Естественно, в толпе оказались провокаторы из числа, понятно кого, а там на этой площади, главной площади, шел ремонт. Ну, полетело там ведро, то ли кого-то, чего-то, ну и пошло по накатанной. Уже на зоне, будучи в Рязанской области, село ли поселок Кликотки, приехал представитель Минобороны. То есть едем в ЛНР, ДНР, ну, типа защищать республики. Если я буду тебе рассказывать, ты не поверишь. Далее, короче, Мосинке 42-го года в масле. Как вы отреагировали на Мосинку? С улыбкой. Ну, представь, квадрокоптеры, птички, да, это другой век и Мосинка 42-го года в масле. Нормально так вот. Вот, чтобы понятно было, вот мы собрались, да, вот, строй. Ты кем хочешь быть? А кто есть? Ну, есть пулеметчик, гранатометчик, автоматчик, стрелок есть, там, еще чего-то, еще чего-то. А, говорит, гранатометчик что делает? Вот это, рядом со мной, короче, который был. Ну, он, говорит, гранатомет таскает с собой и автомат. А он тяжелый? Блядь, тяжелый. Нет, не хочу я быть, короче, гранатометчиком. А что еще есть? Ну, командир отделения, а он что делает? Ну, он командир. Ну, давай я буду командиром отделения. Короче, ну, вот такое было. Там мобики, один человек, блин, даже маленькие. Там, там, и, короче, между ними мы как-то должны были соединять их. Вот их херачим, короче, как кони херачим. И все старики, чтобы ты понимал. Ну, вот 57 лет, 52 года. У меня самый старший, 60 лет. Вот мы копаем до изнеможения. Я уже просто вот упал. Я говорю, я не могу, блядь, хоть, блядь, стреляй уже. Я не буду ничего делать, все. А вот через этим дебилом, самоназванным командиром нашим, да, он, блядь, уже ствол на меня вот так вот начал стрелять под ноги мне. Я говорю, ты что, говорю, вот так вот было. Ну, в процессе копаем, 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 и уже, ну, естественно, польки, яйца, все падает, мы прячемся. Я уже последние дни, когда я же говорю, уже ходить не смог, я уже тупо просто сидел, думаю, блядь, иди, 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 уже никак. И тут в проходе двухсотый лежит, рядом со мной двухсотый лежит, и я, короче, не понимаю, где я, чего я. Ну, короче, вот такой этот, еще две гранаты, вот эти три гранаты, голова вот такая, думаю, что делать. Кто-то залазит туда, выходите живой, кто есть. Я говорю, подожди, да, я говорю, покурю, я сейчас выйду. Он мне дал покурить, я вышел, ну, и все. Ну, питание, все, ну, нормальное отношение было, я не увидел ни фашистов, ни там кого-то, у кого нам говорили. Я это не увидел, реально не увидел. Кто может сделать простой россиянин, чтобы это все прекратилось? Малейшее. Во-первых, перестать смотреть телевизор. Просто прекратить его смотреть. Это первый шаг. А во-втором, например, я как отец, я, например, своему сыну, если у меня Бог даст возможность это, я ни под каким предлогом его не пущу. Ни за что не пущу. Ну, родителям надо задуматься, куда они детей своих отправляют, куда они дают добро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!